Девушки отдыхают Ну что, Василий Иванович, яичницу забацаем? Нет времени, Петр! За нами погоня! А ты только о том, как свой живот набить думаешь! Лучше уж пусть нас сытых схватят! Прочь, пораженческие настроения! Через эту арку мы вбежали сюда, гонимые ужасом! Ты чего говоришь, Петька? Я имел в виду, внеслись на крыльях упоения богем! Другое дело! Обычная бельевая веревка, тут таких полно! Предмет, так сказать, женского туалета! Эта деталь одежды всегда вызывает у меня самые теплые чувства! Это Чапаев Мой командир Мой лучший друг и товарищ Мой сенсей Мой кумир Мой идол Мой Чапай Мой... Мой... Мой дадыр! Обычная бельевая веревка, тут таких полно! Обычная бельевая веревка, тут таких полно! Это я, любимый! Не правда ли хорош? Ладно, скроем, крепко сбит Умен не по годам Да еще и скромен, к тому же! Нравлюсь? То-то же! Похоже, Василий Иванович, что мы чужие на этом празднике жизни Василий Иванович, а вы смогли бы сыграть Ноктюрн на флейте водосточных труб? Нет, Петька! А ты? Я тоже! Я по птицам не специализируюсь Я бы от лишницы не отказался Считай, что отказался! Зачем нам эта веревка? Вешаться никто из нас пока не собирается Я не могу взять это Оторвать ее? Не стоит! При Василии Ивановиче не буду брать А вообще-то у меня дома целая коллекция Как-нибудь покажу Зачем? Я не могу использовать это Зачем? Пока ничего с ней сделать не удастся Хорошо было бы туда забраться Но как? Эх, вспомним молодость! Грюстом Грюстом Ух ты, вот это мы вернулись Где же-то такие токсики строят Тут и жить можно, вон как все отделано Да они тут, наверное, и живут Где же еще велика место, как не в сорти Верно Ладно, разговоры в сторону Будем составлять план дальнейших действий Итак, первым пунктом разведка вражеской территории Василий Иванович, смотрите Тут в стене дырки какие-то Матерь Божья Василий Иванович, вроде не пил я сегодня Чего там? Чего там, чего там? Да там такое Говори долго, что происходит? Василий Иванович, Анка тут И голышом совсем Так Вот это да Ты мужик с ней какой-то Живые рожденные Сеют на дна И силой Злобно Гойдет Да чего она тут делает-то? Как думаешь, Петька? Эй, Петька, ты где? Куда ты делся, Петька? Петька! Вернись! Тут же белые кругом! Анка, Анка, открывай! Это я! Кто я? Конь в пальто, открывай быстрей! Петька! Откуда ты тут взялся? Открывай! А не то я сейчас дверь вышибу! Да, открытый Вик, вошли бы уже давно Признавайся, кто у тебя здесь был, а? Ой, Василий Иванович, какими судьбами? Ты, Анка, нам зубы не заговаривай! Давай, докладывай! Ты чего здесь? Да я здесь... так? Ничего? Как это ничего? Тут же беляки ходят, а ты в таком виде! Плохо это пахнет! Это, можно сказать, вообще воняет! Я служу делу партии и Ленина, а остальное меня мало волнует! Что же это за дело, для которого нужно тело? Я выполняю тайное задание, которое поручил сам Великий Ленин! А какие у тебя доказательства? Я знаю пароль! Ха, пароль! Пароль любой дурак знает! Василий Иванович, вы лучше задайте ей какой-нибудь тест, и все сразу ясно станет! Правильно! И задам! Скажи-ка нам, Анка, а какие Ленин последние документы выпустил? Декреты! Декрет о земле, о мире, о свободе! Хорошо! А еще? Мандаты! Василий Иванович, ну чего он обзывается? Прекрати, Петька! Ладно, Анка, ты молодец! Прошла тест! Поздравляю! Да! И посему у нас к тебе тоже будет ответственное задание! Какое, Василий Иванович? Во-первых, ты должна узнать, где беляки прячут наше красное знамя! Во-вторых, как узнаешь, приходи к нам! Поможешь нам с Петькой выбраться отсюда! Сумеешь? Попробую! Ну тогда, одевайся и за работу! Так уже красная Сжимует ее росно На-на-на-на-на-на-а На-на-на-на-на-на-на-на-а Девушки отдыхают То-то же! Да, за мной нужен глаз да глаз За погляд денег не берут И незачем на меня так смотреть Потому что мне сглазить По-моему, кто-то пытается положить на меня глаз Глаза в моей на тебя не смотрели Это я Хорошо бы сорвать плакат Но если меня вычислят, это поставит под угрозу мое задание Здесь живет моя любимая подружка Марта Это дверь в туалет Ангелок валяется Падший ангел В нашем борделе Может быть, это знак свыше? Раковина, как раковина Ничего особенного У нас тут везде такие Это как-то связано с дозами И помню точно как Девушки отдыхают 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 Так вот, как сюда пробрались эти прохвозки! Какой ужас! Сразу видно, здесь побывал кто-то из наших! Прямо не знаю, что сказать! Нам бы в деревне таких пару штук! Да ну его! Петкой мы займемся чуть позже, сейчас не до этого! В отличие от Петьки, я уже умывалась, и зубы чистила, и даже ванну принимала несколько раз! Что-то пока не хочется, может быть позже? Я туда не полезу! Это Петька любит, а я предпочитаю, как и все нормальные люди! Пользоваться все знаниями! Он мне не нужен! Он, похоже, вообще никому не нужен! Это не для меня! Пусть он лучше Петька развлекается! И не подумал! Это не для меня! Пусть он лучше Петька развлекается! Постой, когда-то выкидывайте си, в духовке. Пусть он лучше, ваше мне снять петлю, чтобы перегнать back! Возглебная петля цепляnка на сковороде. Пусть он лучше, который имеет возможность контактить! Пусть к ищу! Пусть он лучше всего! Пусть он лучше, когда премен 거ター, Между прочим, эту картину писали с настоящей графиней. Графиня просила художника изобразить ее в образе Евы с яблоком. Однако граф настоял на том, чтобы на картине присутствовала их гербовая символика. По-моему, вы что-то путаете. Я не художница, я пулеметчица. Зачем? Она и здесь хорошо смотрится. Тут работает Жанет. Она, конечно, никакая не француженка, но зато большая специалистка в области французской любви. Хорошо бы сорвать этот плакат, но если меня вычислят, это поставит под угрозу мое задание. Посвисит. Я не могу взять это. Зачем? Не могу использовать это. Жанет сейчас не у себя. Зачем? Это дверь в комнату И. Она единственная настоящая иностранка, работающая в салоне, Елена Геннадьевна. Хорошо бы сорвать этот плакат, но если меня вычислят, это поставит под угрозу мое задание. Здесь живет любвица Елена Геннадьевна, Лара. Весьма заносчивая и вздорная особа. Раньше была просто обычная провинциальная лариста. А стоило съездить на недельку-другую в Европу, так завела моду разговаривать с эдким манерным английским акцентом. И спать с двумя пистолетами под подушкой. Здесь находится фотомастерская. Не удивляйтесь, у клиентов бывают самые различные фантазии. Я не могу этого сделать. Лара не любит незваных гостей, а я не люблю таких заносчивых девиц. Инги там нет. По-моему, она развлекается в гостинице. Спорт позволяет девушке поддерживать фигуру на должном уровне. Хотя вообще-то я предпочитаю не греблю, а шейпинг. Еще одно подтверждение того, как прекрасно и чувственно женское начало. И как уродливо и агрессивно муж скота. Я не могу использовать это. С ним лучше не связываться. Весло, пожалуй, может пригодиться. Если не понадобится саму, я в крайнем случае отдам его Сильвамчику. Весло, пожалуй, может пригодиться. Если не понадобится саму, я в крайнем случае отдам его Сильвамчику. Весло может пригодиться. Сильвамчику. Какой ужас! А я-то думала, что такое возможно только в нашей деревне. Хм, знакомые ребята. Интересно, где я их могла бить? Один из наших постоянных клиентов. Большой параказник, весенчак и балагур. Мило, но банально. Эх, невидаль, везде есть фонтаны с писающими мальчиками. А вот с писающей девочкой ни одного. Это наш фотограф Валентин. Девушки интересуют его прежде всего, как объект искусства. Эти девушки – наши так называемые внештатные сотрудники. Считают себя будущими великими моделями. Ну а пока подрабатывать у нас чем придется. Это перо для заполнения учетной книги. Оно всегда здесь лежит. Он не хочет ни с кем разговаривать. Точнее, не может. Они заняты. Он не хочет ни с кем разговаривать. Добрый день, Елена Геннадьевна. Бонжур, Аниточка. Ты стельничаешь? Я только переодец ходила. Вы же знаете, мадам, я не люблю прохлаждаться. Да, это верно. Ты свое дело любишь. Но приходишь все равно поздновато. Эксклюзион, у меня часы отстают. Бит, пример, Смадлен. Она у нас такая умница. Это точно. Только я не спортсменка, не блондинка, не комсомолка. Да еще курит и пьет, как лошадь. Подумаешь, я тоже с выпивкой себя плохо контролирую. Зато, в отличие от некоторых, пропускает ни одного важного клиента. Ни ко мне отказывает, ни сплетничает. И не сквернословит. А вот ты у меня весь вечер без работы по всему салону слоняешься. А что, у вас уже есть для меня работа? Нет, себя пока никто не спрашивал. Сыртут, а мадленд вот скоро опять к очередному генералу пойдет. Подумаешь, да я хоть сейчас вместо нее пойти могу. Не сомневаюсь. Только доверять тебе такого важного клиента нельзя. Ты еще почему? Нет, нет. И не проси. Лучше, чем мадленд себе не справится. Вы не видели тут случайно большого красного знания? Никогда даже не слышал о таком. Говорят, так выглядят флаги большевиков. С это рыбят. Наверное, все эти большевики жуткие злодеи. Еще какие. А вы когда-нибудь видели настоящих большевиков? Господи, Анилечка, что ты такое говоришь? Крепостные мужики, замасленные рабочие, солдаты с матросами. Солдаты с матросами? А правда, что все матросы гомосексуалисты? Могу лично тебя заверить. Милочка, это абсолютная ложь. Помнится, в мои годы я случайно попала на один крейсер. Но это слишком длинная история. Добрый день. Здравствуй, прелесть. Как ты поживаешь? Спасибо. Все в порядке. Как проходят фотосъемки? Как обычно. Девушек, готовых на все полно. Не хватает свежих беден. Идей? Если хочешь, могу подросить парочку. Давай. Сфотографируй меня на фоне стада лезвящихся слонов. А откуда у нас тут слоны? Не знаю. Был тут, правда, один, но его уже украли. Сфотографируй меня на фоне распустившихся роз. Лучше уж на фоне распущенных рож. Сфотографируй меня на фоне озверевшей толпы. Но это может быть небезопасно. Ничего, мне не привыкнуть. Да не для тебя, для толпы. Сфотографируй меня на фоне надувного бегемотика. А что? Это мысль. Стройные, изящные фигурные. На фоне гипертрофированного раздувшегося чудовища. Красавица и чудовище – это идея. Но только где нам взять красавицу? А что, раз ты ее еще не нашел? Вообще-то ты права. Тогда давай искать чудовище. Думаю, здесь это будет сделать несложно. Елена Геннадьевна, можно я вместо Мадлену пойду? Нет, нет. И не проси. Мадлен сама прекрасно справится. Извините, мадам, не хотела вас беспокоить. Слушайте, я в эти игры не играл. Сначала его надо взять. И Елена Геннадьевна голыми руками возьми. Никто не предлагал сфотографироваться на фоне красного знамени? Нет. А даже если вы и приглашаете. Позировать на фоне какого-то там знамени. Какая пошлость. Можно я пойду в студию и немного сама там фотографирую? Нет. Я даже снял с фотоаппарата вспышку. Теперь всегда ношу ее с собой. С тех самых пор, как какие-то варвары, развесили по всему первому этажу фотографии двух спаривающихся собак. Собак? Ну что, подумаешь, дворняги какие-то. Дворняги-то дворняги. Только вместо обычных собачьих голубь им какой-то умный голубь батьки Махно допетлюет при собачьем. Скандалище был, страсть. Мне же еще и досталось. Извини. Привет, девчонки. Привет, подруга. Все без денег. Кто бы говорил. А мы в отпуске вот скоро в Париж поедем. Но пока смотрят. Правда, Валентин говорит, что у него опять проблемы с визами. Хер не так. На этот раз поедем обязательно. Блажен, кто верует. Как модельный бизнес? Честно говоря, пока не очень. Валентин говорит, что сейчас в мире высокая мода и очень жесткая конкуренция. Поэтому мы должны как можно лучше готовиться к выходу на подиум. И как же он вас готовит? Известно как. А сам он тоже на подиуме будет. Ха, ну ты даешь. Что такому известному фотографу делать на подиуме? Он обещает рассылать нашу фотографию по самым престижным европейским журнамам. Не сомневаюсь. Горячие трусики, сучные пупки, малолетние проказницы. Куда уж престижнее. Ну и что? Все известные топ-модели начинали свою карьеру с легкой французской эротики. Ага. А заканчивали тяжелой немецкой порнографией. Да, он с ним. Вы не видели тут большого знамени, красного цвета. А зачем тебе? Я хочу уговорить нашего суперфотографа. Щелкнет меня на фоне развивающегося алого полотнища. Ух ты. Я бы тоже, наверное, не отказалась. Валентин вообще любит снимать нас на фоне всяких экзотических штучек. Вот помню, в прошлый раз я для него позировал на фоне дюжин разбитых порточек. А он все ругал каков-то. Не тугей-то, не тугей-то. Слышали что-нибудь интересненькое? О ком? О таинственном белогвардейском генерале. Это тайна, покрытая мраком. Выходят слухи, что этот генерал... Как бы это сказать? Не совсем человек. Вы хотите сказать, не совсем обычный человек? Да нет, скорее уж совсем не человек. Да-да, рассказывает, что поначалу уходит на сторону красных, а насилует там всю победу. Неужели прям-таки и всех? Ну, абсолютно. О животных, людей, деревьях. Моя душа слишком. Слышали что-нибудь интересненькое? О ком? О террористе Чапаеве. Чапаев? Кровавый красный командир. Да-да, легенды говорят, что он в одиночку захватывает целые города. Ага, сначала дешит всех мужчин, а потом насилует их женщин. Или наоборот. Какой ужас. Слышали что-нибудь интересненькое? О ком? О нашем поручике Качковском. Поручик Качковский у нас местный герой. В прошлом месяце он выиграл в письме чемпионате по поднятию тяжести. К тому же попал в книгу рекордов Кинеса. За то, что пронес шесть с половиной метров на вытянутой руке три коровы и одну курицу. При этом Качковский скакал налево на дне и на свистину божеца орианаль. Представляете? Слышали что-нибудь интересненькое? О ком? О нашем батюшке. Говорят, что у батюшки по церкви вырато целое подземелье, в котором он держит невинных дебушек. Не может быть. Еще как может. А еще говорят, что батюшка отдал душу дьяволу и тайно практикует ритуалы черной магии. Да вы что? Слышали что-нибудь интересненькое? О ком? О легендарных братьях-пилотах. Между прочим, все это за городом до сих пор стоит их загадочный самолет. Ну что? Но старики говорят, что этот самолет стоит уже так долго, что даже никто из их родителей не помнит, когда и откуда он тут появился. Подумаешь, видела я этот самолет. Обычная развалюха. Как-то оно так. Да вот приезжали тут к нам недавно эксперты из области. И определили, что самолет этот стоит тут аж стремучего девяносто седьмого года. До нашей Эли? Совершенно верно. Вот это да. А выглядит как новенький. Да чего же все-таки бывает обманчива внешность? Слышали что-нибудь интересненькое? О ком? Да не о ком. Потом поболтаем. Это Матлея, наша красавица. Она обслуживает только самых важных приветов. Неизвестно, откуда, когда и кем завезено в нашу местность это растение. Да это и не важно. Главное, что красиво. Выручка из бара составляет почти половину от всего дохода Елены Геннадьевны с нашего заведения. Тут можно заказать любые напитки со всех краев света. Ну и цены, конечно, соответствующие. Общепризнанный эталон красоты. Меня часто с ней сравнивают. Причем, должна признаться, сравнение не всегда в ее пользу. Чаще даже наоборот. Марио, хороший бармен, хоть и итальянец. Старается всех напоить к янте до чинза. Кстати, внизу у нас в ресторане работает его брат, близнец. Я их вечно пугаю. Постараюсь пока обойтись без алкоголя. Хотя некоторым это помогает. А некоторые вообще без этого не могут. Для этого с ним лучше поговорить. Интересная мысль, но как? Зачем? Еще чего? Что? Они заняты. Он не хочет ни с кем разговаривать. Точнее, не может. Привет, Матлен. Привет, Аннет. Чем занимаешься? Да как обычно. Понятно. Послушай, а у тебя случайно нет чего-нибудь смочить корни? Ты же знаешь, я на работе не пью и тебе не советую. Как дела? Да, чего у меня может быть интересно. Вот тут недавно опять генерала. Из новеньких? Ага. Ну, что то. Они все больше по части разговора. А мне за разговор не платят. Понятно. О чем болтали-то? Да, как обычно. О жене. Да, о работе. Понятно. Ну и чего там его работы? Да так, на трезвую гусю. Ой, не припомнишь. Про какой-то штаб секретный рассказать пытался. Да я особо не прислушиваю. Штаб? Какой такой штаб? Да какая разница. Давай лучше опрокинем по дюмашке. Что у вас есть выпьем? А чего бы вам хотелось? Кровавое море. К сожалению, у нас закончился томарный сок. Маргариту. Если вам понравилась одна из наших девушек, вам лучше обратиться к Элен Геннадьевне. Текиловый рассвет. Текиловый рассвет подается только после 12 ночи. Может, лучше попробуй себе текиловый скаркопат. Нет, спасибо. Вообще-то я пошутила. Я тоже. Б-52. Б-52? Похоже на название стратегического бомбардировщика. Нет, это такой, как ты. Странно. А по названию-то не скажешь. Одна треть Тиамария. Одна Куантрония. И одна Айриш Крим. Понятно. Сначала наливают Айриш Крим. Потом Тиамария выпускают через Куантро. После этого Куантро поджигают. Быстро всасывает через длинную салонию. Поджигают. Это невозможно. Почему? Грубейшее нарушение техники безопасности. Оргазм. С удовольствием. Моя смена заканчивается ровно в 12. Я буду ждать вас. Молочный коктейль. Молочный коктейль. Да. В граненом стакане. Угу. За 10 копеек. Точно. Я не могу это сделать. Почему? Мы подаем только алкогольные напитки. Спасибо. Ничего не нужно. Все. Ты не видела тут случайно большого красного знамя? Чего? Ну, знамя. Большого, такого, красного. Послушайте, вы что сговорились с вами вчера в мире? Все уши. Генерал с этим знамем пружужжал. А теперь еще и ты туда же. Генерал? Он тебе его показывал? Он мне много чего показывал. А знамя? Не видела я вашего знамя. Не видеть не хочу. Что пьешь? В том питье, что ничего. Ну, это не проблема. Выпивку мы сейчас организуем. Сделайте мне, пожалуйста, фирменный коктейль. С удовольствием. 50 рублей. Деньги вперед. 50 рублей за коктейль? Мадам, люди приезжают из других городов, чтобы попробовать наш фирменный чинзан. Да вы что? Чинзаны? Это даже не коктейль. Не хотите, как хотите. Никто вас не заставляет. Но если передумаете, я всегда к вашим услугам. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Это дверь в тренажерный зал Наши девушки в обязательном порядке поддерживают себя в должной форме О, за этой дверью творятся такие вещи О существовании которых почтенные домохозяйки даже не подозревают И творятся эти вещи не с кем-нибудь, а с их собственными муженьками Это комната-люкс для обслуживания особо важных клиентов Здесь работает самая талантливая девушка нашего заведения, Матлен Здесь находится кабинет нашего доктора Слава Богу, пока мне не приходилось прибегать к услугам нашего доктора Надеюсь, что и не придется Конечно, было бы весьма полезно пообщаться с белоквардейской верхушкой Но Елена Геннадьевна не доверяет никому, кроме Матлен В этой комнате живет сама Елена Геннадьевна, наша хозяйка Тут ничего интересного, просто кладовка Пусть висит Это мужской туалет Это мужской туалет Мне там делать абсолютно нечем Хозяйка сейчас на рабочем посту в гостиной Кладовка всегда заперта Картина принадлежит перу неизвестного автора Сохранилось только название Лакомый кусочек По-моему, вы что-то путаете Я не художница, а пулеметчица Зачем? Она и здесь хорошо смотрится Музыка Продолжение следует... Ох, ж мне этот отелло, горячий мавр. Как-то странно он ее душит, вам не кажется? Всем известен всадник без головы, а этот без лица. В сказке эта русалка не пожалела ради любимого своего голоса, а я бы не пожалела ни голоса, ни ног, ни хвоста ради революции. Недавно мне приснился кошмар, в котором в виде царя был Василий Иванович. Я проснулась в холодном поту. Это один из самых популярных фотостендов. Моя несбыточная мечта – сфотографировать тут дорогого товарища Ленина, отрубающего голову какой-нибудь белоквартийской сволочи. Это накладные усы и нос. Некоторые наши клиенты любят позировать для шаловливых фото, обеспечив себе таким образом полную анонимность. Профессиональный аппарат – залог успеха, даже если это всего-навсего фотоаппарат. Ничего не получится, вспышки нет. Для начала их надо взять, а там разберемся. Удобная вещь может пригодиться для чего-нибудь. Я не могу взять это. Зачем? Я не могу этого сделать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ох! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эта штука привезена из Англии. Она называется «Дартс». По-моему, это производная от американского имени Дартс-Вейдер. Точных правил никто не знает. Но посоревноваться в меткости любят многие. Дротики для дартса можно попросить у бармена. Что сегодня в меню? Спагетти по соусу, спагетти по-флотски, суп из спагетти, спагеттный пирог, чай с ароматом спагетти А почему все из спагетти? Потому что у нас в Милане все любят спагетти И я люблю спагетти И мой папа любил спагетти И моя мама любила спагетти И мой дядя любил спагетти И я хочу, чтобы все любили спагетти А макарона у вас нет? А что такое макарон? Это то же самое, что и спагетти Тогда у нас этого нет Как нет? У вас в меню больше нет ничего, кроме спагетти Абсолютно верно И спагетти тоже нет Закончились Странное у вас меню? Да, странновато Тут с вами не поспоришь Вы не видели главного белогвардейского генерала? Нет, не видел А как он выглядит? Толстый такой, с бородой Похоже, его видел вчера вечером Но где он сейчас, понятия не имеет Худой такой, без бороды Да, видел Он уехал сегодня с утра Маленький, лысый и кардан Этот был Но сейчас не знаю, где он Глинный, злобный Со скосными глазами Это же главный китайский генерал А не белогвардейский Видел, но давно еще Когда работал в Милане У дяди в ресторане Там всегда к нам этот С такими глазами заходил Но здесь его не было С тремя глазами Четырьмя руками И зеленой кожей А, этот Но этот все время здесь мотается Всегда со мной говорит И зовет, куда-то Скоро опять придет Может подождать И тоже увидишь Хотя никто, кроме меня, его не видел Я и сама не знаю Никто из клиентов сюда красное знамя не приносил Если бы кто-то из клиентов Нашего реставра Принес сюда хоть что-то Отдаленно напоминающее Красное знамя Я бы обязательно запомнил Я, как всякий итальянец Обладаю крайне хорошей памятью Такие вещи, как большое красное знамя Не проходят мимо моего внука Могу уверить вас со всей этой детства Что здесь у меня В этом самом ресторане Красного знамени никогда не было И нет Заметьте Я не говорю не будет Потому что этого я знать наверняка не могу Но если вы желаете Я могу Когда, например, увижу воду Знамя Немедленно вам об этом сообщить Спасибо Вы очень любезны Можно мне сыграть в датс? Отчего бы и не сыграть Вот вам дротики До встречи Он не хочет ни с кем разговаривать Добрый вечер, батюшка Здравствуй, дочка Где у вас приход находится? Да недалеко совсем За городом Совсем люди, Господа, забыли Про церковь не вспоминают Меня, старика, не навещают Один Совсем один Спасибо, хоть ты, дочка Поговорить подошла Что вы тут делаете? Сижу, прихожан жду Здесь, в таком грешном месте? А где ж как не здесь-то? В церковь-то нынче никто не ходит Вот я и здесь сижу Грешников отлавливаю А что потом? Ну, сижу, разговариваю Вот был случай Сидел я тут Подходит ко мне офицерик И говорит У меня, батюшка, кошка Грешница Все красным на сторону бегает И с котами их-нибудь крутит Ну, а мне-то все равно Что красные, что белые Что кошки, что люди Перед Богом все равно Приводи, говорю, свою кошечку ко мне Я животных люблю Он привел Теперь кошечка из церкви не выходит Вот как бывает Вы не видели красное знак? Нет, не видел Говорят, красноармейцы в Бога не верят Неправда Был тут у меня один Приходил, все Вопросы задавал Потом Пригласил я его к себе В келью И так ему, знаешь Понравилось? Небось, до сих пор бы жил у меня Если б не сбежал Как-то сбежал Ну, в смысле В странстве Подался В паломничество, например К святым местам Вы не видели Белого генерала? Генерал пока не было А вот приходил ко мне Как-то один поруч Тоже исповедовал с меня А потом говорит Бежит меня, батюшка Бейте розгами И батагами Уж больно много я согрешил Ну, что делать Пришлось помочь человеку Потом еще приходил Извините за беспокойство Для сильных духом мужчин Такая большая бочка А такой маленький граник Вот так же и у людей Я не могу использовать это А что? В хозяйстве Все сгодится Поручик, как насчет Большого красного знамени Большого красного? Хм, я знаю, что тебе нужно, детка Перестаньте, поручик Я же пошутил А на самом деле мне действительно Нужно настоящее красное знамя Знамя большевиков Знамя большевиков Безусловно, мадам Я как раз только что с фронта В самом деле, как и романтично И вы стреляли там в настоящих большевиков? Само собой Тысяча раз Ах, если бы я увидела большевика Я бы, наверное, очень испугалась А вы? А я поступал с ними вот так И вот так Ах! Я истреблял их сотнями Да что там сотнями? Тысячами! Мой герой Да, я такой Крутой Сильный Волевой Поручик Да вы настоящая находка Любая женщина мечтает выйти из-за такого замужа Стать матерью его детей Серьезно? Ну вообще-то, конечно Я все могу Под головы там гнуть, вообще Да? Как интересно А хобби у вас есть? Э-э-э А как же Конечно, есть А какое? О-о-о Большое Очень большое Насколько большое? Двадцать пять сантиметров О-о-о В таком случае Достаточно будет провести хотя бы одну ночь Идет А как насчет аванса? За деньгами я не постою Постоит один мой приятель Хе-хе-хе А вы мочи пока розги в соленой воде Да посмотри Не растребались ли концы у моей любимой семи хвостки? Розги? Паручик А вы, оказывается, плохой мальчик Да Да, я очень плохой И меня нужно срочно наказать Кто там? Открывай Рад Госпожа О боже, как я мог не узнать ваш голос Я ничтос Я чест Я мрач Откроешь ты, наконец Или мне придется всю ночь слушать твои бредни через дверь О да, госпожа Я умолкаю Я не достоин этой чести Служить вам Моя мечта Госпожа На колени Рад Да, госпожа О да, госпожа О да Докажите меня Молчать, раб Докажите меня О да, госпожа Я мрач Госпожа Куда же вы? Я еще не скупил свою вину Меня нужно как следует наказать Естественно Сейчас я тебя действительно накажу Ну говори, где твои деньги? Ну все Это уже не смешно Хватит, давай отвязывай меня Как бы не так Говори, где деньги? У меня правда нет ни копейки Ну это мы еще посмотрим Очень стильный светильник Как вы уже догадались, наверное Жанет привезла его из Франции Этот крюк до сих пор мне очень симпатичен Поручик был большим фантазером Это моя униформа Правда я ей редко пользуюсь По-моему она чересчур вульгарна Плетка семихвостка Ну это уже на любителя На мой вкус слишком грубо Этот ремень очень уважают молодые офицеры Особенно в моих руках Эти розги, по-моему, годятся только для бара Но желание клиента для нас закон Ну чаки достались мне от одного симпатичного китайского мальчика Кажется его звали Брюс Фамилию я забыла, но вот все остальное не забуду никогда Это кандалы женские Видите, какая изящная цепочка По сравнению с ними мужские гораздо более массивные и грубые Плетка – мой любимый инструмент Простой, изящный и в умелых руках весьма эффективный Этот кнут достался мне в подарок от одного приезжего американца Да-да, настоящий американец Фамилия Джонс А родом из штата Нидиана Хлыст не пользуется постоянным спросом у клиентов Но для ассортимента вполне сгодится В этой тумбочке полно всяких специальных мазей, келей, кремов и прочих Но я использую все это только с самыми проверенными клиентами Аптечка здесь полагается по технике безопасности Как говорится, мало ли что Одежда по ручику сейчас без надобности Ну что, может отпустишь? Нет, тебе полезно Повиси пока, а там видно будет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Зачем? Пригодится Хорошо Электрический стул Изощренное развлечение Только для самых продвинутых Ох уж мне этот кактус Растет как на дрожжах А с другой стороны, может и ничего Добавляет необходимый колорит Пусть повисит Пусть повисит Здоровее будет Пусть лежит Нам это ни к чему Справимся и без него Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как говорит наша мадам Элен Геннадьевна Кровать Есть средство производства А не воспроизводства За ней я переодеваюсь Удобная штука Особенно для этого места Вы бы знали Сколько здесь извращенцев ходит Просто ужас какой-то О, а вот и моя косметичка В ней все, что необходимо девушке Конечно, без нее я как без рук Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не надо одевать сюда парик Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Окно на улицу, оно всегда открыто. Тут ведь так душно, а иногда бывает прямо-таки жарковато. Ох, и клоун же этот Петька, и чего я в нем только нашла? Кто ли дел Василий Иванович? Мужчина серьезный, обстоятельный, даже слишком. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Солидно. Если я все правильно понимаю, хранилище этого сейфа заполнено Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Скажите, вы можете обналичить для меня этот чек? С удовольствием Но если это фальшивка, то угодишь за решетку лет на десять Не стоит беспокоиться Хм, надо же, все в порядке Хм, даже удивительно Иначе и быть не могло Ладно, ладно, вот тебе деньги Здесь ровно сто рублей Можешь не пересчитывать Грандиозная скульптура, ничего не скажешь Этот фонтан делал один знаменитый скольптор Специально по заказу нашего городского головы Так уж бывает, что иногда скульптур отваливается головы Но скольптор, видимо, предусмотрел И такой поворот в событии Сделал головы из пенопласта Наш массажный салон Лучший во всей России У нас даже грамота есть У нас даже грамота есть И эта арка ведет во двор нашего бордю В смысле, салона Это почта 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 занимает важное место в инфраструктуре любого города Как вы уже, наверное, догадались Хозяин оружейной лавки, господин Ганс Добрейший души человек Хотя и нацист Этот хипарь обычно чистит ботинки прохожим А еще он потихоньку приторговывает разным барахлишком Город-то маленький, поэтому про него все все знают Ну и он про всех соответственно Как жизнь молодая? Нормально Как работа? Тут у меня ничего особо не меняется Сижу, ботинки всем чищу Барахлишком помаленьку приторговываю Тебе, может, нужно что? Травки покурить там или еще что-нибудь? Может, красное знамя мне все-таки найдешь? Нет, это уже совсем криминал Расстрельная статья, подруга Покупайте молоток и забивайте все на свете Или всех? О, да, конечно Не сомневайтесь, мадам Этот молот прошел полевые испытания Включая виртуальные тренажеры? Разумеется Обратите внимание Там внизу надпись Проферено электроникой Ну тогда конечно Петька Петька, как обычно, съязвил бы, что ствол это фаический символ А мне нравится Хорошенький календарик В тему Это бензопила Ее еще только И запретают И это Секретный Экземплер А почему же он на прилавке висит? Не знать мне Кто-то повесил, а я оставил В рекламных целях Это бензопила Секонд-хенд Мне ее паренек Из морской пехоты принес После того, как там какое-то сотрясение произошло Этот промежилет Выдерживать Прямое попадание из пятой пушки А как насчет самонаводящихся? По инструкции должен Но на самом деле Я, честно говоря, сомневаюсь Понятненько Бейсбольная бита Спортивный снаряд Американских бейсболистов Кроме того С такой битой Не страшно выходить на улиц Спасно вечером Лучший сачок На побережье Урала Этот молот Не для нежных женских рук Это несерьезно Его надо сначала купить Я бейсбол не люблю Я люблю бейсболистов Я же гуманистка То есть человеколюбка Короче, люблю людей Василий Иванович говорит Что иногда даже слишком Вы ничего не путаете Вы видели на коробке игры Напись ДУМ А знаете, почему Вы ее там не видели? Да потому Что эта игра Называется Не ДУМ И главный герой в ней Не обезумевший От крови морской пехотинец А тихая русская красавица Скромная Но эротичная Не волнуйтесь Я и так Исправно пользуюсь календарем Взять его в руки Погладить Облизать Ну и кто из нас После этого Извращенец Что у вас здесь интересненького? Ничего интересное нет Вся поставка из Германии Швах! Все оружие забрал русский мужик Игдербехт Неужели совсем ничего интересного? Совсем ничего Приходится торговать Этими проклятыми Китайскими Рыболовными Снастями Китайские Швань Все постоянно Но маятся Может посоветуете что-нибудь из оружия? К сожалению У меня на складе пусто Все разобрали Война как-никак А что насчет всех этих образцов на полках? Они не продаются Мы должны поддерживать Безупречную репутацию компании Ганс и Синь Я? Я-я! Ну что же мне делать? Не знаю Есть ли у вас в продаже Красное военное знамя? Нет Это знамя Врагов Российского царя Так что Сами понимают Говорят России можно продавать Кофорят я У вас тут вообще любят поговорить Война Никакого порядка Все проблемы В Руси От того Что здесь почти век Правили бабы Фройлян А все хорошее От того Что это были Немецкие бабы Есть ли у вас в продаже Красное военное знамя? Нет Это знамя Врагов Российского царя Так что Сами понимают Ну и что? Это ведь хороший швейный материал Вот у вас Женщин Все так Даже ваши Собственные военные символы И те совершенно швах Не ценятся Значит нету Знаем А жаль Красивая мини юбка Вышла бы Насколько мини Совсем мини Донор Фетер Почему же у меня нет Красного знамени? Может у вас есть что-нибудь новенькое Для меня? Не хотите ли сачок? А зачем мне сачок? Им можно ловить любую рыбу Этот сачок Фетершает сто килограмм И та шине гнется Таким же сачком я ловил акул в Бискайском заливе В 1912 году Сколько стоит? Тридцать рублей ровно Хм Сачок бы мне пригодился Как на ту вы те приходите Будьте добры Заверните мне этот прекрасный сачок С удовольствием До свидания До свидания Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я до нее так не достану Как говорится, одна голова хорошо, а две лучше Ты случайно не знаешь, где добыть большой красный знамик? Красно-белая спартаковская или красно-синяя армейская? Красно-белая спартаковская И то, и другое по десятке Деньги сейчас, знамя завтра Спасибо, завтра мне уже не нужно Ты не знаешь, где здесь можно достать героизм? А тебе для себя нужно-то или еще кому? Для лоха Лоху можно и липу впарить Берешь какой-нибудь белый порошок и всучиваешь под видом Герыча Лоху потребит и не подается А если напорешься на знатока, уйдешь в отказку? Сечешь? Ты шо, на кидняк меня толкаешь, браток? Хочешь жить, умей вертеться А тебе какое дело? Да я, собственно, просто так спросил, из любопытства Ты не знаешь, где здесь можно достать пульмин? А зачем тебе? Это, знаешь ли, криминалом пахнет Какая разница, чем пахнет? Не знаю По правде говоря, штука не дешевая Сколько? Двадцать Ха, всего-то Тысяч Двадцать тысяч, подруга Двадцать тысяч? Да какая я тебе после этого подруга? Откуда у честной девушки такие деньги? У честной положим И откуда? Да ну тебе Слушай, а мы ж махнемся на что? А что ты можешь предложить? Сто тонн нефти в цистернах Это слишком много Да у меня сейчас и танкера-то подходящего нет Тонна марихуаны в крапках Этого добра у меня и так завались Центнер золота в слитках В слитках? Не возьму Вот если бы в ломе, да и то вряд ли Кило ржейного плутония В суперконтейнеры И его еще не изобрели У меня ничего нет А что тебе нужно? Боюсь, ты мне вряд ли сможешь чем-нибудь помочь Марки что ли коллекционируешь? Не совсем Монеты? Не Бабочек Хватит, все равно не догадаешься Я коллекционирую человеческие головы Головы? Как это? Обыкновенно, как скальпы Как скальпы? Ты прав Я, наверное, ничем не смогу тебе помочь Ладно, ежели че надумаешь Приходи Не надо одевать сюда попаху Не надо одевать сюда попаху Субтитры подогнал «Симон» Ничем не смогу тебе помочь Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Что это? Неужели? Да-да, он самый Я не верю своим глазам Не сомневайся Да я и сам вижу Ну ладно, держи свой пулемет, подруга Ты его заработала Спасибо 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 Сделайте мне, пожалуйста, фирменный коктейль С удовольствием 50 рублей Уйди руки вперед 50 рублей за коктейль? Маган Люди приезжают из других городов Чтобы попробовать наш юный чинзан Да вы что? Чинзаны Это даже не коктейль Не хотите Как хотите Кто вас не заставляет Но если передумаете Я всегда прошу Услуга У вас джачу клубнул? Спасибо Я знаю Это такой фасон Специальная форма Для барменов Никто из клиентов Сюда красное знамя не носил? Нет А вы что Всех об этом спрашиваете? Приходится Работа такая Сочувствую Ну почему же? Тогда тем более Бармен, мне пожалуйста ваш фирменный коктейль С удовольствием 50 рублей Иди руки вперед Деньги не проблем Я сегодня гуляю Прекрасно Ваш чинза Намадан Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А ты где была? Да я и оглянуться не успела Смотрю, а она ж гатловенькая Ох, беда-то какая! Что ж нам делать-то теперь? В самом деле, генерал-то уже заждал снегу Злой как-то Да уж, значит так, Аниточка Пойдешь сейчас к нему в люкс И все объяснишь Мол, недоразумение вышло Заполнял его плен Неожиданно И все такое Хорошо, Евенка, не одна А может мне его помочь? Или разоселить? И не вздумай Никакой самодеятельности, поняла? Поняла Ну тогда иди с Богом Субтитры делал DimaTorzok Обычный клан для открывания воды Только крутить не за что Вентиля нет Душ Объелся груш И не мечтайте Мыться я там не собираюсь Мальчик как мальчик Не удивлюсь, если он пионер Какая широкая ванна Надо бы ее наполнить Кровать тут действительно обалденная Настоящий сексадром Кровать тут действительно обалденная Вы не знаете Сигмунда? Так это ж не признанный классик марксизма-ленинизма Даже лицом чем-то на революционера похож В общем, наш человек Читать сейчас, когда у меня такое ответственное задание Нет, долг прежде всего Я бы поспала, да ведь все равно не дадут Это как же вы предлагаете мне его использовать? Для того, чтобы набрать в ванну воды, есть кран Их бедных и так все угнетают И вы туда же Это наш дворецкий Степан Он же уборщик, он же повар, он же мама То есть негр Вот такая у него нелегкая жизнь Привет! Добрый день Что ты здесь делаешь? Я, да как, порядок навожу А где ж генерал? Генерал, он уже ушел Не прожидался Мадален и ушел Кстати, а ты случайно ее не видала? Видела, она плохо себя чувствует Поэтому Елена Геннадьевна попросила меня ее заменить Понятно В таком случае тебе придется спуститься в подвал Отлично Генерал Николаев оставил мне эти ключи, но... Никаких но! Генерал Николаевна, давай я сюда Ладно Генерал Николаевна, давай я сюда Субтитры создавал DimaTorzok Закрыто Добрый день, меня зовут Анна Здравствуйте, Анна Санна, меня Сафут Вой Дуй Как вы извините, Вой Дуй Елена Геннадьевна поручила мне найти генерала Николаевна Он здесь? Да, но моя не пускать, пропуск хотеть Какой такой пропуск? Нет у меня никакого пропуска Без пропуска моя не пускать Ну-ка, Марса, сюда Скажите, Вой Дуй Да, так вот, насчет пропуска Может быть, мы могли бы договориться? Договориться? Да-да, договориться Твоя сють-сють Пропуск давать? Я пропускать Пропуска не давать? Я немножко посылать К чертовой матери А может, я могла бы предложить что-нибудь вместо пропуска? Спасибо, моя минусдаца Моя курить гандубаса Сють-сють Торговать соломка Сють-сють Кусать гасы со сють-сють А как насчет героина? А у тебя есть героина? Может быть Героина моя любить Героина моя хотеть Сють-сють Бабушка, дедушка, тетя, дядя Дома все героины любить А моя сюда уезжать Поэтому никогда героина не пробовать Они мне как раз посылка с героиной присылать Если Анна-сан на почту ходить Посылка получать Моя сразу пропускать Но если Анна-сан даже чуть-чуть обмануть Моя сразу Анна-сан чуть-чуть убивать Хорошо, я поняла Проблем не будет Все доставим По высшему разряду Анна-сан, квитанция брать Быстро-быстро приходить Я боюсь заходить в эту арку Говорят, в последнее время Там по ночам орудуют страшные бандиты Добрый вечер А, это опять вы? С чем пожаловали, мадам? Мне нужно получить бандероль А документики на нее у вас есть? Конечно Так, так Посмотрим Ага Вот то, что вам нужно Спасибо Не за что Человек, который работает целыми днями на почте Должен быть жуткой занудой Но с другой стороны Кого это волнует? Этим аппаратом Как-то отправляют телеграммы Работал тут раньше один молодой человек Как же он умел управляться со своим аппаратом? Жаль, что его уволили Ай-яй-яй-яй Какое горе Говорите, в дороге побился Ну, естественно Понятное дело Случайно Смотрите И пломба вроде на месте А внутри уже кто-то похозяйничал Как это типично Эта посылка Явно носит рекламный характер В смысле Преследует рекламные цели То есть выступает в качестве рекламы Одним словом Кто носит кеды Адидас? Наверное, там внутри что-то очень-очень хрупкое Было Интересно, кто такой этот Сидорчук? Содержимое этой посылки На вес золота Представляете, сколько можно наделать варенья? Какая необычная бандероль С приветом У вас проблемы? Корпорация ТНТ предлагает бескомпромиссное решение Три Нитра Толуол Если вы закажете прямо сейчас, доставка бесплатна У кого-то мрачное чувство юмора Ну что, принесла героиня? Я думаю, да А где же героина? Анна-сан обмануть Войдуй? Нет Анна-сан воровать героина? Нет, 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 нет Я ничего такого Войдуй говорить Анна-сан молчать Слушать Если Анна-сан героина Сейчас обратно не приносить Войдуй не только убивать Моя приносить Моя всю приносить Моя знать Но только теперь Анна-сан еще и Дениска приносить Все чуть-чуть Сколько? Три миллиона Наличная Но у меня же нет таких денег Зачем Анна-сан опять обманывать? Такой девушка Дениска легко-легко зарабатывать Но я же не такая Моя не знать Такой не такой Моя героина сдать И Дениска сдать Немножко сдать А если Анна-сан опять обманывать? Или Дениска не нести? Войдуй Убивать 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 Совсем убивать Вот так влипло Убивать Войдуй Девушки отдыхают Достаточно и половины дозы Сейчас не время для отдыха Мне сейчас массаж не нужен А вообще я это дело люблю Клиент готов Можно выносить Ему просто хорошо Очень, очень хорошо Вот дают эти китайцы Понаделали таких монументов Что и взглянуть страшно Реклама здорового Образа жизни Должна ненавязчиво напоминать клиенту Зачем он собственно сюда пришел Эта сыновка очень пораженная Она повидала в своей жизни Много такого Что ей не снилось Большинству нормальных людей Зато часто снилась Сидящим на ней наркоманам А вот и господин генерал Я не удивлюсь Если в таком состоянии Он не заметит Что к нему пришла Совсем не модлер Добрый вечер Ваше превосходительство Здравствуй, блин, красавица Вам не нужна компания, милые девушки? Как же не нужна? Очень, блин, нужна А когда она придет? Вы что, импотент? Нет, я мыслитель Так сказать, великий стратег, блин Так я уже здесь Ты, блин, а где же моя Мадлен? Сегодня я вместо нее Да, а как тебя звать-то, блин? Амни Ну что ж, Анна Тогда присоединяйся Вместе помечтаем О победе царя, батюшки Да я бы помечтала Но вот у меня к вам вопрос Какой еще вопрос? Что вы тут делаете? Отдыхаю, блин Вам не нужна компания, милые девушки? Как же не нужна? Очень, блин, нужна А когда она придет? Вы что, импотент? Нет, я мыслитель Так сказать, великий стратег, блин Так я уже здесь Ты, блин, а где же моя Мадлен? Сегодня я вместо нее Да, а как тебя звать-то, блин? Амни Ну что ж, Анна Тогда присоединяйся Вместе помечтаем О победе царя, батюшки Да я бы помечтала Но вот у меня к вам вопрос Какой еще вопрос? Вы не знаете, где красное знамя находится? Красное знамя, блин Если его наконец-то захватили Оно вполне может находиться в штабе В штабе? А штаб где? Ну знаешь, блин Это уже слишком Чтобы сказать тебе Где штаб? Я должен быть уверен Что ты Настоящая монархистка Преданная царю, батюшке И отечеству А я кто, по-вашему? Почем я знаю? Может ты, блин, красная разведчица Самим Лениным к нам подосланная Ну этого уж слишком хватили, господин генерал За такой пощечин склопотать недолго Пощечины мне не надо Я слишком стар для этих женских шуточек Чем ты можешь доказать Что ты настоящий бред за Николая? Да чем угодно В каком, блин, смысле? В таком Я, как говорится, на все согласная Ну, если бы это доказывало преданность Николаю У нас бы, блин, уже полгорода в монархистках годило Господин генерал А вы правда все знаете в этом городе? Если бы я, блин, знал все Я бы давно уже вытурил бы красных язык древней Пошел бы на Петроград Освободил бы батюшку царя Из лап большевиков И восстановил бы на Руси Абсолютную монархию Я этого Ельцин Э, Ленина, блин И всех его приспешников Повесил бы, блин, на фонарных столбах А Чапаева Я бы привязал, блин, за ноги И за руки к четырем лошадям, блин И пустил бы их галопом Извините, господин генерал Не хотел вас беспокоить Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Ой, бегемотик Какая прелесть У меня в детстве был такой же По-моему, он там застрял Добавил субтитры сделал DimaTorzok Ой, сдулся, беденький Ну ничего, я тебя не брошу Вот теперь совсем другое дело Можно хоть водички набрать Ура! Совсем другое дело Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сюдовище и красавица Как красавица? Какая такая красавица? Эта что ли? Ну да, эта А какая же еще? А ты брошу? Нет проблем Ну вот и отлично Тогда иди А мы скоро Можете не торопиться Да мы и не собирались Субтитры сделал DimaTorzok Профессиональный аппарат Жанет сейчас не у себя Василий Иванович, а что если вас сфотографировать для истории? Лучше меня, я фотогеничный Кто тебя так обманул? Не мешай, Петр, Анка сказала меня А я чем хуже? Тогда уж нас вместе Ваши усы, Василий Иванович, способна свести с ума любую девушку Да? Таков уж я А у меня тоже кое-что есть Что? Пойдем покажу Нет уж, показывай здесь Здесь не могу Ладно, перестань, Петька Пойдемте в фотолабораторию, сфотографируемся на память Фотография 9 на 16 Мне бы причесаться И так сойдет Аааа, у-у-у Ааа, у-у-у Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Дима Торзок 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 Субтитры делал DimaTorzok Я не буду стрелять в это из пулемета Ну что, Василий Иванович, давайте устроим тир, что ли? Ох, орел Петька! Недаром, видать, я вас, молодежь, натаскивал Да уж, Василий Иванович, недаром не то слово По пятерке-то с носа Сгодится! Ох, орел Петька! М-м-м, как все запущено! Василий Иванович, опять чайник! Гляди, Петр, допрыгаешься ты у меня со своими шуточками Ох уж мне эти соломенные шляпки Вечно от них одни проблемы Штопор — вещь в хозяйстве незаменимая Красноармеец без штопора, шо корабль без паруса Это либо пшено, либо опилки Либо одно из двух Швейная машинка Зингер Ишь ты, технология Трофейная, видать! Фурманов рассказывал, что белогвардейцы Наказывают своих нерадивых отпрысков Зажимая им голову в такие тисочки Трепло этот твой, Фурманов, так ему и передай Почему же это трепло? Да разве голова в такие тиски влезет? Ну там, рука или нога Это я еще понимаю А то голова Да тут этого добра навалом Симпатичная ведерко Разбитый рояль? Все равно, что нераспитый рояль Огнетушитель портативно-химический отечественного производства ОППХ-16 Хорошо, что нам тушить нечего А то были бы проблемы Без сомнения Это то, что мы ищем всю игру Целая бочка спирта Эта пробка не дает вылиться содержимому бочки Успеем еще Зачем мне пшено? Что я, лошадь что ли? Дурак ты, Петька А еще кавалеристом хочешь стать Лошади ж пшено не едят А если с Ромом? С Ромом? Ну, с Ромом, положим, я бы не отказался Только где же его взять-то? Я буду в ней похож на незнайку Хех, из изумрудного города Что бывают бездонные бочки, я слышал А вот чтобы бездонная лейка На грабли лучше не наступать Хоть они и в рояле Можно было бы попробовать пропихнуть ее внутрь Да только толку от этого не будет Как в таких случаях можно использовать бочки импортного производства Знают все Тем более, вот и пулеметик у нас имеется А вот с нашей, отечественной как быть, пока не ясно Сдадим? Куда? Да Как говорил один мой знакомый кот А я еще и на машинке вышивать умею Берем, даже раздумывать не будем Ведерко в хозяйстве всегда сгодится Вот как ливануло На спирт не похоже Похоже на бензин Или этот, как его Тиросин По-моему, они сломаны Но зачем она нам? Эх, знатный Яроплан На таком и полетает Лично я всегда испытывал тягу к полетам Знаете, Василий Иванович, всегда так хотелось оторваться от земли И понестись навстречу солнцу, небу, облакам Наблюдать за проносящимися внизу полями, лугами, лесами, реками Ага, а потом видеть, как отказывает мотор Отваливаются крылья и шасси Вспоминать, что парашют забыл дома Вот всегда вы так, Василий Иванович, любую мечту опошлите Какую мечту? Голубую Ты мне брось, Петька Чего бросить-то, Василий Иванович? Я кому сказал? Высоковато Высоковато будет Глядите-ка, Василий Иванович И впрямь Яроплан Настоящий-то он настоящий А вот интересно, летал на нем кто? Наверное, братья-пилоты Шикарный Яроплан И кабина у него двухместная Ну сколько можно тебя учить, Петька? Это не кабина двухместная, а Яроплан двухместный А кабина двухместной вообще не бывает Фурманов мне рассказывал, что в современных Яропланах Бензобак делают прямо в крыле А зачем, непонятно? Во-первых, не бензин, а керосин А во-вторых, в крыле делают, чтобы удобнее заправляться было А, понятно Ну тогда нам тоже заправиться не помешает Бензобак взять не удастся Он вмонтирован прямо в крыло Точно пустой И где же мы в этой глуши керосину раздобудем? Не дрейфь, Петька Что-нибудь придумаем Так дело не пойдет Тут без воронки хоть до утра провозиться можно Неплохо Получилась вполне сносная воронка Вот теперь мы можем лететь хоть на край света Правда, Василий Иванович? Хватит болтать Садись в кабину, оболтус Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Василий Иванович, мы что, на небе? Нет, мы с него только что слетели Значит, мы уже умерли? Выходит, так То есть, это сейчас у нас жизнь после смерти? Бог его знает Но мы же атеисты Ну и что? Значит, мы все-таки живы Можете так Тогда смерть ничем не отличается от жизни Или мы просто в раю? Тебе виднее, можете в раю Серьезно? Да отстань ты, Петька! Пошли лучше знамя искать Пройдут годы И этот самолет Сделают памятником Великому летчику-испытателю Чапаеву Ух ты! Крестов-то сколько понаставили! Крест, Петька! Есть в пережиток царизма А при советской власти Смерти вообще не будет Товарищ Ленин сказал Что через несколько лет Ни одной церкви не останется Зато будет мавзолей Красотиша! Как же нам теперь на тот берег перебраться? Может, тут не так уж и глубоко? Я твоих намеков, Петька, не воспринимаю Ладно уж, пусть себе висит Как вы хотите использовать кресты? Поджечь? Что я вам купил с клановиц? Мы атеисты! Василий Иванович, а ледовое побоище разве на Урале было? Какой же ты у меня, Петька, все-таки неуч! Ну, а где же ему, по-твоему, еще быть-то на Ельбе? И вовсе я не неуч Это я просто тестировал Чего-чего ты меня? Ну, это... проверял Проверял? Ты у меня-то проверяешься Я тебя живо оттестирую По полной программе Мешок с сахаром здесь не нужен Ишь ты! Аж до самого Питера можно добраться Интересно, когда будет следующий поезд? Это вид транспорта Она без мотора Нужно двум людям качать перекладину И тогда платформа приходит в движение Понял, Петька? Все-таки нужно тебя в институт поступить Не надо мной поступаться Я очень предан революции Это окошко кассы Попробуем Египта Ого! Ого! Субтитры добавил DimaTorzok Это был Дальше Аж до Rugby Удар Four Это был Дальше Он был так Он был так Он был так Если вновь Копробуем Бесполезное занятие Чинить лень И так всю игру что-то чиним Я не могу использовать это Воспользоваться расписанием не получится Добрый день! Добрый! Как вас сюда занесло, хлопцы? Мы, геологи, ищем здесь полезные ископаемые И ничего-то вы здесь не найдете Последние полезные ископаемые здесь выкопали еще в 1714 году Остались одни бесполезные Мы, саперы, ищем здесь мины, оставшиеся с войны И ничего-то вы здесь не найдете Последние мины оставались туда Со взятие царем Иваном, Казани и Астрахани Да и те давно мальчишки выкопали Мы, археологи, ищем здесь захоронения древних царей И ничего-то вы здесь не найдете Последние мины оставались туда Со взятие царем Иваном, Казани и Астрахани Да и те давно мальчишки выкопали Я сама и копала Мы фоторепортеры Ищем моделей для журнала Плейбой И ничего-то вы здесь не найдете Все девки здесь кривоногие Да толстозадые А уж рожьми их ними Токого коммунистов пугать Говорят, правда, есть одна красавица Но и да, Усмолочий Паева Пулеметщицей работает Пущай висит Если мы его снимем, все запутаются еще больше И тогда уж точно поезда никто не дождется А его и так никто не дождется С поездом повозиться было бы интереснее Я не могу взять это Аре-Кришна, аре-Рама Кришна, Кришна Аре-Кришна, аре-Рама Аре-Кришна, аре-Рама Странненький, правда? Правда, Василий Иванович? Не знаю, Петька Беженый какой-то Нетрудно понять, что какой-то человек здесь спустился вниз Оставив за собой этот знак Непривычно видеть здесь подземный переход Не правда ли? Скорее, подводный Тем более От постоянной влажности штукатурка оцелела и отвалилась От постоянной влажности штукатурка оцелела и отвалилась Аре-Кришна, аре-Рама Аре-Кришна, аре-Рама Аре-Кришна, аре-Рама Аре-Кришна, аре-Рама Не нужен нам такой напарник, Петька А по-моему, пригодился бы Например, психические атаки проводить Неплохая идея Всюду ходить с таким знаком В транспорте будут место уступать Как беременного? Ага, на всю голову Этот кирпич чуть-чуть шатается Но вытащить его не получается Василий Иванович, а спорим, вы этот кирпич не вытащите? Это я-то не вытащу Смотри, Петька, и учись Аре-Кришна, аре-Рама Аре-Кришна, аре-Рама Аре-Кришна, аре-Рама Аре-Кришна, аре-Рама Сельская церковь всегда расположена на горе Так, чтоб ее было видно издалека Интересно, а монашки здесь есть? У тебя, Петька, одни монашки на уме Почему? Еще брачки, уборщицы, поварихи Продавщицы, доярки, пастушки Механизаторши Учительницы, врачихи Работницы массажных салонов Хозяйки массажных салонов Пулеметчицы, комиссарши Хватит, а то еще так до самой крупской доберешься Иконка какая-то странная Как ненастоящая Красивый подсвечник Золотой, небось? Это вряд ли Был бы золотой Его уж давно кто-нибудь отсюда спер бы Ага, кто-нибудь Вроде тебя Симпатично, но грубовато Я, конечно, не специалист Но что-то эта книжица не похожа на Библию Как называется эта штука, я не знаю Судя по всему, что-то вроде подставки для книг Василий Иванович, видите, у него пасть открыта Вижу, Петька Странно это все, однако На таких щетках летают ведьмы Во-первых, не на щетках, а на метлах А во-вторых, ведьм вообще не бывает Там нет ничего интересного Мне щетка не нужна Подделка Дешевый закос под золото Воровать икону прямо из церкви? Да уж, хороший экземплярчик мне попался И не стыдно? Ух ты, страсти-то какие Наверняка этот рычаг открывает где-то какой-то секретный ход Ой, Василий Иванович, слышишь, скрежет-то какой Будто под полом тащат чего Да все на месте, как будто Ничего себе, культовое сооружение Мне говорили, где-то здесь то ли опиумом, то ли кетамином торгуют Сначала дело, товарищ, кетамин потом В этой могиле кто-то уже покопался Или откопался Василий Иванович, на камне лицо Эх, у тебя фантазия-то разыгралась Да какая там фантазия? Смотрите, какая рожа страшная Это все от ветра, наверное Василий Иванович, смотри, калорий-то ерко, тхи-то кетамином Субтитры делал DimaTorzok Это чудовище в людском обличье. Много лет вело тут развратный образ жизни. Сейчас там пусто, но я не удивлюсь, если в этих камерах он держал своих несчастных узников. Зубья выглядят внушительно, но на самом деле они ни на что, кроме нарезания хлеба, не годятся. Хе, похоже на пилораму. Может, он тут не людей пытал, а лесозаготовками занимался. Ой, так это же моя детская кроватка. Здесь поп добивался признания своих жертв в самых невероятных грехах. При помощи таких прутьев техасские ковбои когда-то ставили клейма на принадлежащее им поголовье крупного рогатого скота. А вот для чего использовал их поп, страшно себе даже вообразить. Это пытошное приспособление было особенно модно во времена Петра Первого и Ивана Грозного. Теперь пользоваться им могут лишь завзятые ретрограды. Может, она не работает? Нет, вряд ли. Что может быть страшнее стоматологического кресла? Один его вид наводит на мысль о долгой и мучительной смерти. Похоже на железную деву, только страшнее. К счастью для нас, у попа оказалась целая коллекция разнообразного метательного оружия. Ух ты! Вот это настоящий меч! Как у Конона-Варвара. Не варвара, а разрушителя. Да хоть у Тарзана. Мне все равно нравится. Не думаю, что нам что-нибудь из этого пригодится. Мы с Василий Ивановичем, пораздумав дому, решили сначала войну выиграть, а уж потом в ковбои подаваться. Лучше его не вытаскивать. Я не могу взять это. Зачем? Бормашина нам не пригодится. Я не могу этого сделать. Потом. В другой раз. Анка разбирается в таких штуках значительно лучше меня. Василий Иванович, а давай его заклеймим? Давай, негодяевы, батюшка! Никогда вам не стать коммунистом до таких извращенцев, как вы. И среди беликов поискать еще. Да, я вообще-то имел в виду кое-что совсем другое. Ну да ладно. Не стоит. Так и порезаться недолго. Не охота руки марать. Я не могу использовать это. Не думаю. А почему бы и нет? Играет пальца. Играет пальца. Че ж ты злой такой? Сам не знаю. Когда узнаешь? Если вы меня теперь убьете, так никогда не узнаю. Убьем прямо сейчас? Ой, боюсь, боюсь. Что скажешь в свое оправдание? В детстве я играл в песочнице, и младший брат изнасиловал меня формочкой для песка. Потом меня регулярно били. Отчим мусульманин, дядя юрей и бабушка буддистка. С тех пор я ненавижу мужчин младше девянадцати лет, женщин старше восьмидесяти шести, а также фазовщиков, компоновщиков, прорисовщиков, преподавателей алгебры, футболистов и комментаторов Перетулина. И еще я боюсь людей на велосипедах и теней от продолговатых предметов. Все эти комплексы побудили меня сначала заняться, ну, с научной точки зрения, рукоблудием, а потом на практическом уровне, садизмом и мазохизмом. Вот такая у меня грустная история. Раз, 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 проверка. А я еще и петь умею. Сейчас спою. Хэм, эм, кхм, 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 кхм. Че-то я сегодня не в голосе. И много-то людей здесь замучил. Ничего вам не скажу. В нашей семинаре у меня были лучшие отметки по сокрытию тайны и исповеди. Молодец. Какой стойкий, Пуп. А если пятки подожжем, скажешь? Пятки. Пятки. Подождите. Я вам все выложу. Только не убивайте меня. Сколько тебе лет? Двадцать один. Как двадцать один? Ты же старик. Это я такой от злости. У тебя была собака? Да. Ты ее любил? Откуда вы знаете? Мы знаем все. Она съела кусок мяса. И ты ее убил. Вы что за мной следили? В землю закопал, Напись написал. Вы не люди. Вы демоны, демоны, демоны. Да, 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 да. Повиси так. Может, одумаешься. Василий Иванович, видите? У него пасть открыта. Вижу, Петька. Странно это все, однако. Этому товарищу руку в пасть не клади. Этому товарищу руку в пасть не клади. Эта пасть по форме идеально подходит для меча. Интересно, а что будет, если его туда всунуть? Нет! Нет! Этому товарищу руку в пасть не клади. Так! Продолжение следует... Ну что ты наделал? Что ты натворил, я тебя спрашивал Я, я, да я же не знал, я же не хотел Не хотел, не хотел, ну кто тебя просил? Чужой монастырь, так сказать, и все прочее Я больше не буду Понятное дело, я вот страх-то натерпелся Ладно, чего уж, пойдем отсюда, пока еще чего не стряслось Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Харе Кришна, Харе Рама, Харе Рама, Харе Кришна Че это я? Зачем они ему? А нам зачем? Пригодятся Харе Кришна, Харе Рама Харе Кришна, Харе Рама Харе Кришна, Харе Рама Харе Кришна, Харе Рама Может подойдут? Четки? Четки? Настоящие четки! Невероятно! Не понимаю, как это им удалось? Неважно! Теперь ничто не помешает мне достичь нирваны Попробуем! Харе Кришна, Харе Рама Харе Кришна, Харе Рама Разбежаться бы, да прыгнуть! Я от тебя сейчас прыгну! Ходить не сможешь! Надо было в детстве спортом заниматься! Далековато будет, в платье не перебраться! Так вот, где они засели, гады, в самом сердце Родины! Эта лодка может запросто перевезти нас на противоположный берег Нужно только отвязать ее и как-то убрать оттуда мешки! Попробуем! Попробуем! Острый зараза! Все равно нам не вытащить оттуда все эти мешки! Пусть там еще один полежит! А то тараканы какие-нибудь по домам растащат! Ух ты! Смотрите, Василий Иванович! Сахар-то растаял Сам вижу! Ну что же, все готово к отплытию! Осталось только найти второе весло и вперед! Залезайте, Василий Иванович! Да че уж там, весь начал ты и Петька! Нет уж, Василий Иванович, только после вас! Нет уж, прошу! Нет, извольте вы-с! Тьфу, дура! Ладно уж, так и быть! А то тут до самой ночи проторчи! Тьфу, дура! Вау! Субтитры сделал DimaTorzok